Полирояль, вы знаете, достаточно знаковое место для нашего города, известное место, которое в последнее время превратилось во что-то такое, знаете. Конечно, должна быть сфера услуг, должны быть размещены, и если есть спрос, должны быть предложения. Одесса не исключение. Во всех мировых столицах и городах-курортах максимально предоставляются условия для активного отдыха. Тем, кто приезжает, гостям городов. Но то, что у нас происходит в Полирояле, оно вызывает давно уже вопрос. Мы начали благоустройство вокруг нашего театра оперы и балеты. Вы знаете, что я не буду говорить о значении данного культурного нашего объекта, мирового масштаба. Плитка, если смотреть на оперонтеатр слева, вот Полирояль, разбитая плитка, разбита она была машинами, которые проезжают к своим парадным домам, которые находятся внутри, вот в дворик Полирояля. В том числе и дом, построенный относительно недавно, Орфей, который там находится. Плитка разбита была, естественно, делать ее никто не хотел. То есть заезжать мы хотим ездить, но делать ее не будем. Потому что возникли споры, кто по ней будет ездить. Поэтому распоряжение, которое я подписал, говорит о том, что мы Полирояль делаем пешеходной территорией. Заезжать машины в Полирояль не будем. Когда строили из дома, в том числе и Орфей, покупали сам квартиры, необходимо, надо было задавать вопросы. Где парковаться, как вопросы, приобретая это жилье, понимать, что ставить машины на зеленой зоне в Полирояле неправильно. Тот шлобам, который там был, он не обеспечивал безопасности, не обеспечивал нужных тех требований, которые мы предъявляли. Мы потратились, Григорий Григорьевич, сколько мы потратили? Порядка 3,5 миллионов гривен, где-то порядка 1000 метров квадратных сделано. В граните. 1000 квадратных метров, гранит. Мы обсуждали этот вопрос. Вы понимаете, что невозможно при той красоте, величии нашего театра оперы и балеты, сделать какую-то плитку в стиле старый город или что-то подобное. Поэтому мы, не понимая о том, что нам необходимо, это действительно туристическая мека нашего города. Мы навели порядок. Справа, вы знаете, фонтан, и все достаточно красиво. Слева у нас был, как говорят в Одессе, холодный. Настало время навести там порядок. Поэтому, наведя порядок, мы, вы слышали, потратили бюджетные средства. Сегодня, если мы сейчас, но сейчас дождь, мы этого не увидим, то количество машин, которые туда-пока туда проезжают. Нам необходимо принять это решение, обживаем еще на эксплуатительном комитете, для того, чтобы наша муниципальная безопасность, департамент смог установить, согласно нашего решения, там посты стационарные. Это один пост и второй пост. Вы знаете, что мы благоустроили не за свои деньги, но высказали свои требования и показали, предложили нашу концепцию, как должно быть. Речь идет о конец Французского бульвара, съезд туда, к трассе здоровья. Впервые, поверьте мне, я родился в Одессе и ходил туда на эти пляжи, будучи еще мальчишкой. Никогда там не было пешеходной зоны. Сегодня там красивая пешеходная зона, которая разграничивала движение людей, детьми, велосипедистов. И та дорога или проезжая часть, которая уйдет в паркинг, построенного комплекса и так далее. Что сделало безопасным перемещение на этом участке. Мы хотим внизу за деньги, небюджетные средства, сделан, подготовленный фундамент для установки, там сейчас изготовляется, пост-стационарный пост муниципальной безопасности. Это действительно необходимо. Мы будем отслеживать. Разные задачи будет выполнять данный стационарный пост. Обеспечить безопасность при нахождении на трассе здоровья.